здравствуйте дорогие друзья я рад вас приветствовать на своем канале сегодня вашему вниманию представляю обзор на портативную акустику фирмы гинзу модель м 233 собственно фирма гинзу и вот на коробочке модель gm 223 сразу оговорюсь что этот обзор это мое субъективное мнение буду говорить все как есть все плюсы и все минусы оставляется эта колонка вот в такой вот объемной коробки симпатичен на мой взгляд на коробке изображены скажем такое сильные стороны а именно какие носители вы можете подключить что есть функция караоке и так далее на другой стороне изображены характеристики колонки и мощность емкость аккумулятора размер динамиков и прочее в комплектацию у нас входит сама колонка руководство по эксплуатации пульт управления и кабель для подзарядки самой колонки давайте рассмотрим колонку более детально на лицевой стороне основной динамик верхней части расположены органы управления колонкой и различные разъемы для подключения сторонних носителей для более удобной транспортировки у колонки имеется ручка и колесики узел сделан достаточно хлипко все болтается и издают сомнительные звуки ну ладно как есть сама колонка сделана из пластика на вид сделано крепко рассмотрим поближе крутилки вертелки колонки регулировка баса регулировка высоких частот регулировка громкости микрофона эхо микрофона и регулировка основного уровня громкости далее разъем под микрофон включение выключение устройства разъем для подзарядки колонки переход по трекам стоп play пауза все вот эти кнопочки да значит кнопка мод для выборов режимов прослушивания разъем аукс usb и разъем для карты sd несколько слов про пульт вот такой вот он небольшой компактный в принципе все интуитивно понятно за что отвечает каждая кнопка единственное что у меня почему-то не работает на пульте кнопка эквалайзер вот это вот фиолетово да в инструкции написано что она не работает в режимах fm-радио и аукс но в режиме bluetooth к сожалению эквалайзер тоже не доступен кнопка не реагирует от слова совсем другие кнопочки нажимаются и подают признаки жизни при подключении usb-носителя эквалайзер работает штатном режиме ну что тут еще можно рассказать давайте перейдем к практическим испытаниям безусловно не получится на сто процентов передать качество звука но в любом случае вы сможете хотя бы примерно оценить звучание я не музыкальный маньяк не меломан но честно говоря звук мне не понравился даже несмотря на то что производитель заявляет номинальную мощность 40 ватт изначально хотел приобрести другую модель акустики от фирмы гинзу там у нее мощность было около 20 ватт кажется или 23 но решил купить именно эту модель так как разница была по цене 500 рублей примерно купил более мощную модель а теперь после прослушивания думаю а как тогда звучала бы колонка с меньшей мощностью да уж ладно не будем затягивать давайте послушаем выводы каждый сделает сам мое мнение таково данная колонка что называется цена-качество хотя за такую цену как мне кажется качество могло бы быть и чуточку лучше про цену то я кстати не сказал покупал я ее вам видео не реклама были у меня там подарочные бонусы в размере 1000 рублей цена без бонусов три с половиной тысячи соответственно мне она обошлась в две с половиной тысячи рублей кто хочет более качественный звук пожалуйста на том же сайте интернет-магазина была акустика фирмы jbl но как-то меня не очень порадовали цены там самая простая моделька начиналась дай бог памяти от 9000 кажется продолжаем подводить итог колонка неплохая нехорошая свои функции она выполняет да песенки играют флешки вставляются да звук не как у премиальных систем да но посмотрите на цену в пользование она у меня уже около месяца за все время замечание которое я вывел это вот качество сборки ручки не работающая кнопка эквалайзер на пульте ну и звук не совсем оправдал ожидания покупал я ее на новый год детям в подарок они остались довольны яркие огоньки светятся музыка орет причем по звуку реально вопросов нет в плане громкости орет она мое почтение но качество хромает заключение хотел бы сказать что на сайте другого маркетплейса наткнулся на отзывы что появляются какие-то проблемы с зарядкой данного устройства чуть ли не выходит из строя разъем и колонка перестает заряжаться даже при бережной эксплуатации что ж посмотрим проверим если что свой отзыв обязательно дополню на этом все друзья вот такой вот получился обзор если ролик был вам полезен не стесняйтесь поставьте лайк вам не сложно ну а мне будет приятно значит не зря все я это затеял еще раз всем спасибо и благодарю за внимание